124 серия Участок в этой серии был пройден 65 км, это 12-й день движения, осталось, не считая этого дня, 45 дней. На трассе туман, видимость, видимость так себе, ну фрагментами туман, фрагментами будет более-менее ясная погода. Но поскольку он же уход, поэтому небольшая подсветка. 12-й день закончится привалом на объездной Иркутска. Будут пройдены города Усолье и Сибирское через город. В Ангарск не заезжал. Ну вот как-то так. Комментарий, значит, Summerway пишет, что Якутия будет по ходу в январе. Ну да, раньше никак не получится. И так пытаюсь размещать как можно больше, ну две серии максимум. Попытка сделать три или четыре серии, это как исключение. Или компьютер начинает глючить, или интернет хулиганит. Например, вот 215 серия, кажется, загружал дважды в интернет. Загрузилось 94% и произошел сбой. То есть четыре часа, три часа были потеряны. Да и спешка тоже пытаюсь как можно быстрее, как можно больше разместить. То там ошибка, то там ошибка, то там опечатка. В общем, суета до хорошего не доводит. Поэтому, думаю, самое оптимальное это по две серии. Серий еще много. Так что особо, наверное, спешить не буду. Мне самому интересно как можно быстрее начать трассу Лена и Галама размещать. Я их так еще и не просматривал. Снял так фрагментами глянул несколько серий. Несколько файлов, но и не стал дальше. Максим Ефремов написал, а когда вы ехали с Владивостока, вы случайно через Орск или Оренбург не проезжали? Про Орск сейчас не могу сказать точно. Откровенно говоря, не помню. Оренбург в Оренбург заезжал. Я уже проехал развязку, поворот на Оренбург. Отъехал километров 80. Мне позвонил сын, попросил вернуться и заехать в Оренбург. Развернулся, заехал в Оренбург. Я хотел проехать по улице. Там в Оренбурге живет подписчик. Канал и видеодорог России. И хотел проехать по той улице, где он живет. Но, к сожалению, контактов не было. Поэтому проехал, ну так, немного проехал по Оренбургу. Остановился у небольшого супермаркета, по-моему. Развернулся и двинулся дальше на запад. И рассчитал. Надеялся. Кстати, когда развернулся на Оренбург, провожу маршрут. Выбрал самый короткий, чтобы время не терять. Попал в такую, мама не горюй. Ну, посмотрите глубинку или что, как живут люди на расстоянии 50, может быть, 100 километров от государевой дороги. Интересно. Там даже был такой участок, где на видео попала дрофа. Вот такая огромная птица, как индюк. Я остановился. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Не буду опережать события. Посмотрите. Я думаю, интересно будет. Так. Комментарий по месту привала, месту ночевки. Я оставлю оригинальный. То, что буду говорить в салоне автомобиля. Ну, а сейчас приступаем. Приступаю к обработке 125 серии. Слышу. Время 87 километров. Время 87 километров. Время 87 километров. Место для остановки, для ночевки вполне нормальное. Я подъехал, увидел толпа пьяных. Как у них было написано на спецодежде, лес, пожар, охрана, авиа, лес, пожар, охрана. Вообще. Подумал, что не дадут отдыхать. Криками, вопрямыми. Но, удивительно, тишина, спокойствие. Никто не побеспокоил. Стоянка, туалет. Все это бесплатно. Вон туман в глощине. Время 7 утра местное. Прогреется. Время 4 утра местное. Время 3 утра, на bug. Время, при ш tinах. Время, при если минуты vårлый пей熱, скорую, через минуту, harmful стERS, Время, прием Without a удовольствие, Время, приемом к дисталеку. Время, приемом кết니ку. Время, приемом к термacre. Да что ты будешь делать? Что делать, что делать? Курить бросать, что делать? Место ночевки привала называется Баллада. Баллада. Вот нулевая экспозиция. Так, средний расход бензина показывает 15,4. Проги на 4 километра. Время с момента запуска двигателя 36 минут. Запас хода 410 километров. Вот, спускаем себя ващину, тут туман. Слушаем, что жить ващину. Смотрите those, что дети какие-то. Смотрите, что дети на канале vídeos! Упражнение! Третья, мама! Интернета ТВ2 и связи ТВ2 здесь нет, не было. Мегафон 3G. Интернет хороший, посмотрел фильмы вчера, пока видео перебрасывалось. Дорога требует уже более пристального внимания. Потому что ямочный ремонт и прочее. Короче, нужно готовиться к капитальному ремонту. Вчера ночью, какие были нежданчики. Капитальному ремонту. Капитальному ремонту. Капитальному ремонту. Капитальному ремонту. Капитальному ремонту. Капитальному ремонту. Маршрут проложен в обход Иркутска. Так, чтобы в гору заезжать, все вероятности не будут. Капитальному ремонту. Продолжение следует... Продолжение следует... За Иркутском сразу искать место для привала. Вчера в движении было 12 часов. Это недопустимо. Продолжение следует... 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 Без регулировки, конечно, экспозицию не оставлять по нулевому. Короче, нужно постоянно следить за освещенностью. Так, с кофем я не просчитался. Здоровая банка кофе с сахаром, приготовленная дома, заканчивается. Буду переходить на чай. Здоровая банка кофе с сахаром, приготовленная дома, заканчивается. Здоровая банка кофе с сахаром, приготовленная дома, заканчивается. Сейчас солнце поднимется повыше. Туман рассеивается. Сейчас солнце поднимется повыше. Туман рассеивается. Деревья в тумане. aja Отключ chrome Блюка Юлия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, сейчас немножко поедем против солнца. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, догоняет. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас видимость ДимаTorzok 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 Пошел на обгон. Я увидел встречку. И спрятался. Теперь пошел на обгон. Опять спрятался. Ты же профессионал, твою мать. Что ты дергаешься? В условии ограниченной видимости. В условии ограниченной видимости. В условии ограниченной видимости. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...